Сегодня мы отдаем дань памяти Уга Чавеса. Он ушел из жизни 10 лет назад, оставив глубокий след не только в истории своей страны, своего народа, в истории латиноамериканского континента, но и в истории мирового сообщества. Это была харизматичная личность, последовательный сторонник равноправия в международных делах. Уга Чавес неоднократно занимал твердую позицию в своих публичных выступлениях в деятельности на международной арене в пользу необходимости уважения принципов Устава ООН, в пользу недопустимости подчинения одних стран диктату и монополии других. Мы хорошо помним, как он выступал в Организации Дневных Наций, с какой пламенной страстью он излагал свои мысли и как широко его принимали даже те, кто не соглашался с ним, даже противники Уга Чавеса признавали масштаб его личности. И я убежден, что ООН заложил один из важнейших камней в фундамент латиноамериканской солидарности, который проявляется сейчас и в деятельности сообщества латиноамериканских и карибских государств, и который проявляется в инициативе его преемника, президента Николаса Мадуро, который призвал Латинскую Америку и страны карибского бассейна выступать сплоченно на международной арене в русле концепции, которую он назвал «Большая Родина». Уга Чавес неоднократно бывал в Российской Федерации. Он был близким и очень добрым другом нашей страны. Помимо личных отношений с президентом Путиным, он вызывал огромную симпатию среди всех наших граждан. И память о нем, конечно же, мы будем хранить всегда. Я несколько раз имел честь общаться с Уга Чавесом и подтверждаю, что впечатления от контактов с этим человеком действительно оставляют очень глубокое впечатление от тех устоев, тех принципов, которые он продвигал всю свою жизнь на международной арене, оставаясь при этом земным человеком, гражданином своей страны и гражданином Латинской Америки, объединению которой и отстаиванию интересов которой он отдал так много сил. Мы всегда будем помнить о Буга Чавесе.